шалом друзья мы продолжаем наш урок и сегодня мы будем дальше читать из 19 книги числа давайте вместе откроем и будем читать из 3 стиха здесь речь идет о месте жертвоприношение здесь написано так и отдайте ее и лазару священнику и выведет ее вон и стана и заколит ее при нем где закалывалась эта жертва жертва рыжей телицы написано здесь вне стана хочу вернуть вас немного назад во времена авраама и цхака якова каждый человек он был свободный заколоть жертву и принести ее богу в любом месте где ему захотелось он мог построить жертвенник принести на нем жертву и тем самым поблагодарить за что-то бога сказать ему спасибо помолиться но впоследствии мы знаем что в то время когда господь вывел израиль из египта и сделал из них народ и повелел построить скинию то мы читаем что бог им дал заповедь и сказал что не во всяком месте вы сможете закалывать жертву не во всяком месте вы сможете ее приносить но только в том месте в которой изберет господь и кроме этого жертва она должна была обязательно приноситься на жертвеннике тем самым что в тот момент когда была построена скиния весь израиль находился в пустыне то каждый раз когда кто-то хотел поблагодарить за что-то господа принести какую-либо жертву повинности или вины за что-то или за грех то он должен был прийти к священнику и скини на жертвенники приносилась эта жертва если жертва была всесожжение она значит полностью сжигалась священник не имел права брать от нее никакой части но сжигал ее полностью для бога если это была жертва повинности или за грех то священник брал от нее какую-то долю и вот любая жертва она приносилась скинии потому что это было то место которое избрал господь впоследствии мы знаем что скиния она переобразовалась и стал храм и тем самым образом люди приносили свои жертвы в храм впервые впоследствии во второй но всегда любая жертва она приносилась на жертвенники и скинии или в храме то есть в том месте которая избирает господь но здесь мы видим что-то очень особенное что-то что исключается из правил это рыжая телиться она приносится вне стана она не закалывается на том обычном жертвенники на котором закалывались все жертвоприношения и это что-то очень особенное каждый раз когда есть что-то что выходит вон из правил это может дать нам определенный намек на что-то более глубокое на что-то более важное давайте посмотрим в книге евреям 13 главе там автор упоминает такие стихи он говорит так так как тела животных которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище сжигается вне стана то и ешуа дабы светить людей кровью своей пострадал вне врат то есть что мы здесь видим здесь автор шауль павел он говорит что жертва ешуа она была вне стана она была вне храма она была вне иерусалима и это было подобно тому как жертвы которые вносились в храм и закалывались там и здесь речь идет о жертвах которые приносились в йом кипур то их тела их кожа они все сжигались вне стана то есть закалывали внутри храма на жертвенники приносили кровь святое святых но сами тела закалывались вне стана их выносили наружу и сжигали их там и здесь шауль он сравнивает как вот эти вот тела сжигались вне иерусалима вне жертвенника тем самым и жертва ешуа такая же как и вот эти вот сжигаемые тела но когда речь идет о рыжей телице то здесь мы видим что-то намного больше почему потому что и сама жертва и кровь которая проливалась все это было вне стана то есть ее и закалывали и сжигали вне стана вне иерусалима вне скинии то есть совсем совсем в другом месте и поэтому это очень сильно напоминает нам жертву ешуа которого вывели из иерусалима возвели его на гору и там принесли его в жертву можно так сказать что было еще особенного вот в этом что телиться сжигалась вне стана или что был особенного в том как пострадал ешуа вне врат как написано мы можем увидеть что когда выносили жертву вне стана и сжигали ее там то множество людей могли прийти и увидеть это событие и действительно когда сжигали рыжую телицу то очень очень много народа собиралась чтобы посмотреть вот этот вот текис как называется на иврите вот это вот жертвоприношение потому что это было что-то очень особенным это не происходило раз в год это не происходило раз два года это было очень очень редким событием говорят что до сегодняшних времен всего было 10 точнее даже можно сказать 9 рыжих телиц со времен моисея со времен муж и до наших дней то есть представьте пепел этой рыжей телицы он мог действовать на многие-многие года и хранится мы об этом поговорим с вами позже поэтому вот это событие которое происходило вне врат вне стана вне иерусалима она была великим событием и множество людей собиралась чтобы посмотреть если мы говорим о самой скине и собрании то каждый раз когда приносилась жертва то не все могли войти и увидеть ее напрямую мы знаем что был двор для священников для левитов был отдельный двор для израильтян и был также отдельный двор для тех которые не являлись евреями может быть они и видели но они не всегда для до них это было доступно но когда речь идет о том что жертва приносится вне стана то все люди могли прийти и посмотреть неважно кто ты был мужчина или женщина еврей или не еврей тебе было это доступно и ты мог видеть то что происходит то же самое случилось и во времена и шо когда его вывели и под возвели его на гору чтобы распять то множество множество народу собралось там мы знаем что там были и женщины и мужчины и старики и может быть даже дети шли чтобы посмотреть и проводить его в последний путь то есть не было никакой преграды не было никакого разделения между мужчинами и женщинами евреями и неевреями но каждый человек имел доступ чтобы прийти и увидеть то событие поэтому вот это вот место о котором мы говорим вне враг или вне стана она нам очень показывает ясную картину каким образом жертва рыжей телицы напоминает нам жертву и шо миссии мы читаем дальше с вами пятый стих и сожгут телицу при его глазах кожу ее и мясо ее и кровь и и с нечистоту ее пусть сожгут здесь речь идет мы видим о коже а мясе а крови и вся нечистота то есть если мы можем перевести это на человека то можно сказать говорится обо всем а его теле его кожи а крови которая есть в нем все из чего он состоит я хочу здесь сделать такое небольшое замечание и посмотреть что же действительно происходило с ешуа когда он был пригвозден ко кресту что происходило с его телом как над ним издевались и какое страдание он перенес потому что если мы рассмотрим то мы можем увидеть ту картину насколько и тело ешуа и его кожа его лицо его голова и кровь которая выходила из него насколько он был обезображен потому что все о чем мы сейчас говорим все те места то есть все вся кожа и вся его тело она действительно пострадала также как речь идет о рыжей телице то есть и закалывали выходила кровь и и резали и потом сжигали чтобы дать небольшое такое доказательство или описать насколько и шо пострадал я хочу немножко поговорить о туринской плащаницы я думаю что многие из вас слышали и знаете что это такое когда и шо умер после того как его сняли с креста его завернули написано в разные пелена и положили во гроб и при его воскресенье на этих пеленах или на этой плащаницы как ее называют был запечатлен его образ многие обычно говорят о его лице как она выглядела но на самом деле туринская плащаница она запечатлила на себе намного больше чем только облик и шо многие ученые которые исследовали эту плащаницу они говорят о том что там были запечатлены побои которые остались или раны точнее которые из остались на теле и шо было видно их размеры были видно даже насколько велики они были и сколько ударов он перенес на полотнице остались следы крови от множества ран нанесенных и шо все тело и шо оно было усыпано ударами и как свидетельствует плащаница она говорит о том что скорее всего били два человека если вы знаете то время когда человека пытали или били или наказывали то использовали бичи и на концах этих бичей были привязаны разные грузила это свинцовые шипы или кости чтобы плети они крепче охватывали тело и рвали раны и рвали кожные покровы и как считают судебные эксперты которые исследовали эту плащаницу то они говорят что и шо он был привязан к столбу ему было нанесено около девяносто восьми ударов плетью в израиле когда-то был закон что бог сказал что нельзя наказывать человека и наносить ему более 40 ударов но время такого закона не было пытали человека и били его практически до смерти иногда он терял сознание иногда он даже мог умереть при пытках поэтому 40 ударов здесь было не актуально и вот это вот плащаница она запечатлела на себе девяносто восемь ударов от которых действительно и шо очень сильно пострадал все тело было в ранах но речь идет даже не только о теле не только его кожи знаем что на его голову одели венок который был терновый венец как мы его называем и многие считают что он был наподобие обруча но плащаница запечатлела что он был подобен шапки и вот эти вот колючки которые от него торчали они нанесли ему очень много ран на голове и шо было около 30 потеков крови от проколов сделанных шипами то есть все тело от подошвы ног до его головы было усыпано ранами потеками кровяными и он действительно много много пострадал мы знаем как его били палкой по голове и многие другие свидетельства которые мы читаем также мы можем вспомнить когда и шо висел на кресте что его тело прокололи прокололи копьем и вытекла и кровь и вода и вот они все вот эти вот раны побои на теле на коже на лице и проколотое тело копьем но чем-то как там можно сказать символизирует вот этот вот стих что все что касалось рыжей телицы от ее тела ее крови от ее кожи все это сжигалось также можно провести такую вот небольшую параллель со страданиями и шо то что он перенес прочитаем с вами следующий стих и пусть возьмет ее 6 стих и пут возьмет священник кедрового дерева и сопа и нить исчерпленной 6 шерсти и бросит нажигаемую телицу здесь мы видим с вами три компонента которые использовались при сжигании кедровое дерево и соп и черленая нить у каждого из них есть свой определенный образ и определенное значение возможно что крест на котором был распит ешуа он был сделан из кедрового дерева может быть может быть так оно и было может быть что даже не может быть а точно мы читаем в писании что когда ишуа взалкал сказал я хочу пить то его взяли и напоили уксусом но при этом использовали и соп чтобы обмакнуть и дать ишуа напиться то здесь мы видим кедровое дерево здесь мы видим и соп когда мы читаем что когда привели и еще перед пытками то на него одели багряницу и вот этот вот венок что символизировало высокого человека царя может быть но багряница это тоже самое что червленная нить мы с вами попозже еще поговорим об этом или с другой стороны можно посмотреть что когда ты смотришь на тело ишуа которое было просто изуродовано которое было все в ранах истекающий кровью человек то вот эти вот потеки крови они напоминали червленную нить вот эти вот образы можно так сказать видны в ешуа мессии в его страдании в его смерти но более подробно и более глубоко о значениях вот этих вот трех компонентов в трех видах мы поговорим с вами в следующем уроке оставайтесь с нами всего доброго миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и ишуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.gazis defis media.tv и и